...которые считались мушриками. Большой проблемой был чирк. А Наби тот, который, разница между Расулом и Набием, что Наби тот, который прошел в джамаат, в котором большинство было грехом. Мушриками, да? Грех. Например, возьмем, например, Ибрахим, Алейсалам, он был Расул. Потому что у него даже жизнь, когда Аллах, Субтитры, про него говорил, у него был насчет идола, вот так. Например, Лут, Алейсалам. Лут, Алейсалам, он Наби. Потому что его время был, сейчас мода, Голливудин. Его проблемы, вот он пришел, Аллах, Субтитры отправил именно вот это лечить. Вот Шайху Ислам говорит, что разница между Расулом и Набием вот это. Потому что книга, если сказать, есть Наби, к которым к ним пришли книги. Сахифа. Есть Наби. Поэтому вот самая, так, достоверная разница в этом, что Набием, тот тем идет, который грешных в обществе больше, а Расул тот тем идет, который в обществе широк больше. И Аллах Аля. Аллах знает лучше. Ну, мы знаем, что 315 из пророков был Расул. Остальные 315, да. Это минимум 315, наверное, шарьятов, которые были. Да, то нет. Не важно, что шарьят был. Нет. Это разница. Иван Хемин сказал, что новый шарьят. За щит? За грехи? Да. Набием пришли за грехи, а Расул... Это не значит, что 315 шарьятов был. Это не значит. Но, может, разница была, может, похожа была или одинаковая. Потому что все ислам были. Понятно? Все пророки ислам был. Просто разница в чем? Там в законах немножко. Например, как ибада делают, там, закат, там, уруч, канима, трофей и так далее, да. Это разница была. А в общей теме, в общем, все пророки, один был тема. Это токфейд. Что только поклониться Аллаху, Его сотоварищ не делайте. И все. Да, и единоборщик. Это все был смысл вот управления пророков. Да. Вот так. Пойду, наверное. Альхамдуллах. Вопрос еще есть? Попробуем. Ну, задавайте тоже. Есть. Брату, смотри, вот. Вот здесь хани, да, туалет. Есть кто-то старший? Комната для туалета есть, правильно? А есть комната, где ты берешь алмавит? Удум. Вот в этой комнате, где ты берешь лутум, там здорово вас, слава вам алейкум, можно говорить? Если адзинна, да. В смысле, где? Например, мечида, божество, туалет адзинный. Просто это здание, считается, и алмавилием. Просто адзинный. Ну, ты заходишь, там, типа, это мгновение. Да, ничего. Ну, говорите, там, конечно, разговаривать даже нельзя. Да, да, да. Ты туалет читать, правильно? Да, да. Ты заходишь на месте. Да. Зачем это туалет надо читать? Это, это как, знаешь, сам вот идти и расслабляться. Важно, это сунна. Сунна. Это сунна, это желательно. Это как расслабление. Человек, когда входит, если так подумает, идти расслабиться, это большое неэма. Это сам, это неэмэд. Неэмэд как? Да, и это есть, да, и это есть. И когда выходишь, когда выходишь, тоже, если представь, скажешь, на момент в Уфране, так, да, или там другой язык есть. Да, это очень желательно, правильно? Да, желательно, конечно, желательно. Потому что, да. Ну, просто вот, брат, если вот так вот, хочу объяснить, короче. Ладно, если я калаху Хайра, то еще что хотел узнать. А вот когда мы берешь малое, не буду, не этот, не мусор, ноги мыть. Не желательно правой же рукой мыть ноги. Нет, 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 нет. Это не проблема. Это не проблема. Это не проблема. Только левая рука сал, да, левая? Левая рука сал. А, сал. Значит, правая. Правая только нежелательно так, в некоторых вещах, например, умыться назад. А, например, когда до стомат берешь, ногу мыть это не касается. Ну, там некоторых были видео, что когда правая сал, он салом делает. Они показывают, да, именно, что левая, вот это, когда ноги даже мышь, левая показывает, да. Правой левая, левая рука. Правая левая рука. Это, это, это не, это не надо соблюдать в этом. Это не проблема. Хорошо. Ну просто, да, там, небольшие вот эти вот вопросы. Ну смотри, потому что маленький касается, но человек всегда это делает, хорошо это знает. Иногда есть, человек не обращает внимания, думает, что маленькая вещь, а это большую роль играет, большую роль играет. И особенно, например, сам вуду, например, достамаз. Это ключ намазу. Может малейшая вещь неправильно сделать достамаз, а мыли ноги, одно сухое место осталось. Пророкисто Аллах сказал, «Вейлум лил Акаби мина ннар». «Вейлум лил Акаби мина ннар». «Вай улсун, чехннам дэйянам ойерэ». Курит амол, у которого будет эта часть, которая немытая, будет гореть шикулаткой. Шикулаткой будет, да. Он моем же, да, это шикулатка. Он маленькое место осталось, представляете? Поэтому иногда маленькие вещи, они играют большую роль. Надо, вот особенно те вещи, которые ежедневные мусульмане делают, им касаются, даже маленькие вещи узнать, спрашивать. Иногда не обращаем внимания, но… Вот так вот бывает русским людям дело ждало-то. Они вот, если вот человек, перед нами, ну как расположен слушать, как-то оно так и получается рассказывать. Как бы большими знаниями тоже их не отличаются. Ну так, чуть знаю, что-то. Начинаю объяснять, что особый день, что есть Бог, что не Бог. Ну, начинаю с единобожественного. А когда вот они не хотят слушать, у меня и слова даже как-то не клеятся. Вот что-то пытаешься, но и тело там говорят. И он вроде как хочет слушать, я… Ну да, под него отвлекается. А вот так вот, в основном, вот есть же книжка, да, подавод уже. Знаете, вот, допустим, людям. Ну так уже, живем мы здесь, да, вот в основном такое государство. Мы сейчас вот здесь христиане. Надо людям объяснять, у кого-то родственники есть, не в исламе, допустим. Книги. Какие есть ученые, нормальные книги? Книги. Какие подавод? Какие есть ученые? Спрашивайте меня подавод, да, вот. Ну, конечно, есть… Я не знаю, сейчас на русском переводе есть такие вот книги, но есть, конечно, много книг. Вот хизбут-такир есть же, они вот там конкретно там с этим занимаются. Ну, я там как-то не стал, ну, не знаю, не попадался бы. Нет, есть. Просто я не знаю, вот переводы есть на русском, но много книг. Много вот, особенно вот для начинающих. Конечно, вот, да, вот, когда вот ты говоришь… Надо что-то человеку рассказывать так, чтобы ему интересно… Первое, например, условия… Есть условия, да, вот, например, это не значит, что ты как сел, начинай. Да. Это тоже неправильно. Как сел, начинай, тоже неправильно. Первое, узнай обстановку человека, который перед тобой сидит. Давать… И давать – это не значит, что ты говоришь. Издалека… Даже отношения… Самое первое отношение надо это делать. Самое первое отношение. Когда отношения хорошие, человек тебя будет слушать. Даже если он не примет, но он будет уважать тебя. Потому что ты, как человек, хорошие отношения. А если отношения плохое будет, ты, если будешь давать дело, они все равно тебя не примут. Поэтому самое первое давать – это отношения. Потому что… Сначала, извините, сначала наладят отношения… Да, отношения, да, отношения. И, может, человеку действует не разговор, а какой-то поступок твой. Как пророк сказал, сосед был, выбрасывал… Да, 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 да. Вот поступок, да. А потом заболел, он говорит, сосед, ты, товарищ, живой, нет… Вот, например, некоторые братья, как сели, начинают. Вот во дворе, например, ребята ставят, начинают. Каждый раз, каждый раз уже… Это ребята, когда видят его далеко, говорят, Аллах, опять идешь, сейчас начнем. Сейчас начнем. Ну, уже правильно, да. Нет, нет. Нет, нет. Нет, нет. Такую обстановку тоже не надо. Но я не работаю. Просто самое первое отношение… Когда отношения… Вот что случится? Они сами будут спрашивать уже тебе. Уже открывается дорога, дверь. Потому что давать… Самое первое, что давать надо, что надо соблюдать. Не торопиться. Соблюдать. Не торопиться. Потому что сразу… Некоторые братья думают, что все должны, как он сказал, послушать. И все должны все. За один день он хочет все это поменять. Это невозможно. Это никакой пророк не сделал так. Поэтому вот в машине тоже говорили. Вот Ной. Нух. 90-50 лет. Он жил. Ну, 40 лет выходим, что он маленький, родился там. 40 лет ему пророчество дал. Дал Аллаху Субхану Аталу. Ну, возьмем 90-10 лет. А, 90-10, да. 90-10 лет, да. 90-10 лет. 90-50 лет он жил. Он каждый день давал тело. Каждый день. Даже он так не делает. И, в общем, 78 человек пришел. За каждые 70-80 лет один человек. Это Аллаху Субхану Аталу для нас. Почему сказал? Это не рассказ просто. Не сказки. Нет. Это каждые пророки. Есть смысл. Что мы от этого взяли урок. Что ему давать вот нельзя торопиться. Нельзя. Люди сразу никто не верит. Только Абу-Бакр. Если возьмем. Только Абу-Бакр, когда пророк Саласан давать начал. Пророк Саласан еще не закончил разговор. Абу-Бакр сказал, я принимаю эту религию. Только Абу-Бакр. Даже не Али, даже не Умар, даже не Усман. Сразу не приняли. Абу-Бакр. Поэтому вот давать нельзя торопиться. И когда начинаешь давать, надо самых важных вещей. Например, братья иногда начинают говорить. Все. Обязательно борода и так-так-так. Не-не. Сразу не надо. Свинину не есть. Не-не-не. Сразу не надо. Да-да. Сразу не надо. Пророк Саласан 14 лет называл. Да. 13 в Мекке. 10 в Медине. 13 лет. Да. Вот. Когда Умар и Абдул-Азиз. Рахима Аллах. Он был халифой. Он был справедливый. Очень халифой. Но он мало был. Его убили. Два года половина. Но он. Такой халифой был. И во время никто не нуждался в ничего. Даже вот когда с закат собрался. Это внук Умара, да? Один из внуков, да. Ага. Какой-то идет ему линия. Когда с закат собрался. Он сказал раздайте. Он сказал никто не брет. Представь. Представь. Вышли деньги раздавать. Сейчас. Никто. Говорит. Не-не-не. Мы не хотим там. Обычные люди. На улице. Потом сказали. Иди. Кто вот. Хочет женить свое ребенка пусть возьмет. Осталось. 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 Смотри. Представь. Такое общество он сделал. С помощью Аллаха. Ну два года. И в течение очень мало года. Два с половиной года. Потом его убили. Отравили. Его сын. Один раз ему сказал. Что. Отец. Почему ты. Законы. Постепенно это делаешь. Не сразу. Что. Резко так. Он говорит. Он. Говорил всегда. Что. Я. Я. Для». Я. ажды preaching. Постепенно. Аллах сам запретил вино. Но постепенно. Когда сказал. Первый. Говорил. Что. В этих. Виноград. Используется себе. Пить. Один время прошел. Потом сказал. Вред мало. Вред больше. Но. Чем. Польза. Пользы мало, но вредов больше. Потом некоторое время прошло, Аллах сказал, намаз не подходите. Смотри, как он постепенно. И потом он сказал всё. Всё, поэтому Аиша, мать му'минов, не му'минов, она говорила, что если бы сразу Аллах запретил бы жена, пить и так далее, большинство не бросал бы. Аллах постепенно. Даже, видишь, 13 лет в Мекке. В Мекке только намаз, фарт стал, и то в конце, полтора года или два года осталось хичри, тогда стал фарт. Вадеб. Обязательно. А большинство, можно сказать, 95% шариата, законы, они пошли в Медине. Потом уруч. Потом, да. Потом закат. Потом хач. Поэтому давать человек, давать, кто делает, он не должен торопиться, он должен быть постепенно, людям, он должен быть, отношения первые правильные сделать, отношения хорошие. Не надо будет, не надо, вот когда это делаешь, некоторые братья, когда давать дело, у них это да. Режисс thoughtful омеха.